Музыка Сегодня мы рассмотрим девятую заповедь «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Этой заповедью запрещается всякое ложное свидетельство, будь то в суде, будь то перед другими людьми, в отношении какого-либо человека. Клевета, обман, лукавство, различные виды, может быть, неискинности также являются преступлением против этой заповеди. Причину, почему нарушение этой заповеди является грехом, как мне кажется, очень хорошо объясняет апостол Павел, который в одном из своих посланий говорит «Отвергните ложь, говорите друг другу истину, потому что вы члены друг друга». Говорить правду другому человеку необходимо потому, что мы все не чужие друг другу, мы все являемся единым, живым, общечеловеческим организмом. Каждый из нас хочет, чтобы ближний говорил истину, не лгал. Но, к сожалению, чаще всего в нашей жизни нарушение этой заповеди происходит едва ли не постоянно. Мы обманываем и себя, и своих ближних ежедневно, ежечасно. А бывают и люди, которые обманывают постоянно. Любое неправильное, ложное устроение своей жизни – это ведь тоже нарушение этой заповеди. Приведу несколько примеров, которые, может быть, являются спорными, но которые показывают, на самом деле, насколько бывает трудным понять, где мы нарушаем эту заповедь, а где мы не нарушаем этой заповеди. Вот если мы откроем потеряки или жизнеписание многих святых отцов, то мы увидим очень интересную особенность. С одной стороны, монах – это тот человек, который пытается воплотить заповеди Божии самым, что ни на есть, идеальным образом в своей жизни. И, казалось бы, такую заповедь, как не лжесвидетельствовать, не обманывать. Монах должен соблюдать сам, что ни на есть, точным образом. Но вот в потеряках мы читаем, например, о таких случаях. Был один брат, который в одном из монастырей был вором. А надо сказать, что в монастырях могут простить многое, кроме двух грехов – это блуда и воровство. За этот грех человек не просто выгоняется из монастыря, но, может быть, так было в древности, в частности, в египетских монастырях, он мог быть подвергнут физическим наказаниям. То есть его могли, например, отстегать плетками. Это было достаточно серьезным преступлением. И вот в потеряке рассказывается, что братья гнались за одним таким монахом, который был вором и блудником, для того, чтобы его наказать. И этот монах прибежал к одному подвижнику, к старцу, который взял его и спрятал. И когда братья пришли, он сказал, что «Я не знаю, где этот брат, его здесь нет». То есть он совершил, казалось бы, преступление против этой заповеди. Но ведь это подвижник, это праведник. Почему он так поступил? Наверное, в этой ситуации он руководствовался каким-то другим вопросом, каким-то другим принципом. И, безусловно, жизнь, фактическая жизнь, часто ставит нас в такие ситуации, когда обмануть просто необходимо для того, чтобы спасти другого человека, скажем, от физической расправы или даже от смерти. Я думаю, что для всех будет понятным, очевидным, что те люди, которые спасали в свое время евреев от нацистов, и при этом врали, они, безусловно, врали во благо своим ближним. И это было как раз не нарушением заповеди, а это как раз было ее исполнением. У святителя Тихона Задонского есть замечательные слова. Он говорит, что «любовь делает сердце человека правым». Это очень интересные, очень важные слова. Любовь к человеку, искренняя любовь, желание помочь ему, оказать помощь, не осудить, спасти, приносит добрые плоды. Оно делает сердце человека правдивым. А правда – это очень глубокое слово. Праведный человек – это не тот, кто не обманывает. Праведный человек – это тот, который в своей жизни насаждает правду, который насаждает в своей жизни любовь. Достижение правды сопряжено с очень сложными какими-то нашими действиями, порой с очень сложным выбором. Но если человек руководствуется в своей жизни любовью к своему ближнему, то его сердце обязательно подскажет, как поступить в той или иной ситуации. Запомним эти слова. Любовь делает сердце человека правым. Правым, праведным, правдивым, что одно и то же. Заботь о своем ближнем. Мы, безусловно, должны помнить, что клеветой против нашего ближнего является осуждение его. Очень часто мы оцениваем поступки другого человека, но ведь мы не знаем, почему тот или иной человек совершил этот поступок. Знает это только один Бог. Мы не знаем всех обстоятельств, которые привели этого человека к совершению, может быть, какого-то греха или преступления. И для того, чтобы исполнить эту заповедь, нужно иногда покрыть, не заметить, оправдать этого человека и в своем сознании, и перед другими людьми. Так мы будем утверждать божественную правду. То есть мы должны понимать, что есть правда человеческая, она строится на своих принципах, но есть правда Божия. И эти две правды, они не всегда совпадают друг с другом. Надо помнить, что каждая заповедь, она действительно весьма широка. и мы можем бесконечно восходить в ее совершенствовании. Когда человек не осуждает другого человека, когда человек не клевещет в отношении другого человека, тогда, когда человек, когда каждый из нас начинает жить не только своей собственной жизнью, не только своими собственными мыслями, чувствами, переживаниями, но тогда, когда мы пытаемся отождествить свою жизнь с жизнью другого человека, когда мы радуемся с радующимися, когда мы сопереживаем тем людям, которые страдают, вместе с тем страдают от своих собственных грехов. Поэтому каждый из нас может освободиться от этого греха, осуждения другого человека и, соответственно, клеветы только тогда, когда мы станем с нашим ближним единым целым, когда каким-то таинственным образом мы его грехи будем воспринимать как свои собственные грехи, а его радости будем воспринимать как свои собственные радости. Достичь этого можно только одним путем, ежедневно, ежечасно, стараясь утверждать правду Божию в мире, в своей жизни и в жизни других людей. То есть и в помыслах своих, и в словах своих, и в делах своих делать только доброе, мыслить только доброе в отношении других людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова